короче никак не подъехать к отелю Субтитры подогнал «Симон» 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 Еду потихоньку на остров Осталось 250 км Погода, сами как видите, очень туманно Остановился кофейку попить Из Дермасса Ну и потихоньку дальше поеду До острова мне 250 км еще ехать Если кто не в курсе, еду я на остров Узыдом Сегодня, а завтра, наверное, на Рюбин поеду Покатаюсь Так, я отъехал от Берлина еще недалеко Очень долго выбирался именно по городу Сейчас будний день, все на работу едут В общем, выехал из Берлина Туманище конкретное Вон, как вы можете видеть, ни хрена не видно Влажно Я хоть догадался подстежку одеть под куртку Вообще рад прям Ручки тоже с обогревом делают свое дело В общем, потихоньку еду Сейчас остановился в туалет Ну и кофейку немножко из термоса попью Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, я сейчас уже на подъезде к острову То есть буду скоро уже въезжать То есть, может быть, через несколько километров остановился В общем, я на дозаправку Залил полный бак Сейчас заеду на остров Там пошатаюсь немножко Посмотрю, что почем Может, найду какие-нибудь интересные места А потом уже буду искать отель, где заночевать Соответственно, план был такой Что потом переодеться в нормальную одежду И погулять чисто по острову Субтитры сделал DimaTorzok Короче, никак не подъехать Катэлю, блин Все перекопано Дальше ехать никак А других дорог нету По крайней мере, навигатор не показывает он видите мне сейчас надо сюда и сюда то есть а здесь тупик получается блин а не блин получается сюда 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 понял ладно попробую фу вот они приключения блин сейчас чуть не застрял здесь песке блин 1 вот а нет нет а а а а а а а у а Ну, вроде все Будем искать альтернативы И что, маленько поэндурил зато Короче, классно, все перекопано Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ах, да, стоит здесь. Да, это Реа. Реа-клиник Курхотел. Мам, это ужасно. Да, это правда. Но на самом деле, где я работаю, это очень удобно. Это конечно же лучшая ситуация. Но отлично. Я, честно говоря, в целом институт. Серьезно? Да. Я был в неделе на Норзее. Рюм, Денемарк. В отличие. Я не люблю Норзе. Поэтому это тяжело. Я думаю, что эти старые здания, Променады, это всё. Я думаю, что это очень красиво. Но, в принципе, что-то будет меня удивлять. Но я так ездил, в кусте, и в кусте, в кусте, это очень хорошо. В кусте, я так ездил, когда я вижу, кто-то вечером к еду. Да. Ну, как говорится, я думаю, что это здесь уже красиво. Но, поэтому есть Нордсей- и Остсей-Фан. Да. Да. Ну, я попробую. Как говорится, здесь просто, если ты свободен, старые здания, на пронк, на пронк, на пронк, на пронк, на пронк, на пронк, на пронк. Нет. Да, это хорошо. Выпадите мне здесь что-то, на пронк? Нет, я знаю это только просто. Возможно, вы видели. Да, просто пронк, на 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 пронк, Спасибо. Удастся. 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 Короче, вот это, типа, отель. Блять, надо было сначала смотреть, а потом заказывать. Ну, зато здесь с той стороны сразу море и пляж. По крайней мере, это единственные преимущества данного отеля. А так, здесь, вон, все раскопано, какая-то стройка, ужас, блин. Короче, иду заселяться в номер. Да. Обидно, что столько времени не потратил, пока в гараж поставил аппарат свой. Пока все бумажки тут. так. Вот мой номер. Так, ребята, сейчас я заселился в комнату, наконец-то. Вот, давайте покажу вам в комнату. итак, вот мы вошли в комнату. Далее, прямо по курсу, я думал, кухня, но здесь, как оказалось, ванная, ну, точнее, душевая. Ну, выглядит все так, солидненько. Ну, мне нравится, по крайней мере, вот здесь. Дальше, давайте покажу вам комнату. непосредственно комната, мне кажется, немножко пустоватая, вот как будто чего-то не хватает в ней. Ну, мне кажется, картина бы здесь была бы какая-нибудь еще, было бы вообще здорово. А так, ну, бюджетненько, конечно, цветастенько, но бюджетненько. Все это дешевая фанера, конечно, два кресла, вот, столик, тумбочка с телевизором, балкон, балкон, так себе, обшарпанный немножко, но не важно. Главное, я нахожусь в такой местности, здесь курортная зона, и вот там, я не знаю, видно вам отсюда или нет, вот там вот уже море Балтика. Тут есть такой пирс, я смотрел по Google Map, который идет далеко туда в воду, на нем можно классно погулять, пофоткаться, так что я сейчас отдохну немножко, перекушу и пойду здесь погуляю, полазаю, в общем так. А завтра отосплюсь, ну и поеду, и поеду на следующий остров, который у меня по плану, это Рюген. Сейчас, кто не в курсе, я нахожусь на острове Узедом. Это, как бы, остров, он находится наполовину в Германии, наполовину в Польше. Ну, ладно, что касается впечатлений в целом об острове, сейчас говорить пока рано, вот, сначала погуляю, осмотрю здесь, хотя бы, вот, насколько меня хватит, так скажем, сейчас я переоденусь, нормальную одежду, нормальные кроссовки, и пойду гулять. И уже после вам расскажу, естественно, о своих впечатлениях на данном острове. Естественно, вот этот пансионат, которым я сейчас нахожусь, курортный отель, так скажем, внешне выглядит немножко так, ну, не очень. ну, может быть, внешность одна обманщила, поэтому я сейчас не хочу делать каких-то поспешных выводов, и судить об этом всем замечательном заведении, может быть, как-то превратно, поэтому я потом еще схожу в бассейн, в общем, посмотрю, что да как, и уже, естественно, вам все расскажу. Ну, я вам одно скажу, что по деньгам, 103 евро сама комната, 5 евро халат арендовать стоит вот такой, банный, потом, что еще, десятка парковка, и того получается 15 плюс, короче, 118 евро я отдал за этот номер за сотки. Конечно, можно было найти дешевле, но я повелся на бассейн, и то, что здесь вот прям реально далеко идти не надо, вот оно море, вышел с отеля, прошел 100 метров, и ты уже на пляже, шикарно, поэтому я хочу пока еще светло будет, пофоткать, сходить там, может быть, что-нибудь для интеграммчика сделать, а уже после, когда приду с прогулки, когда уже надоест гулять, схожу в бассейн, он до 10 часов работает, так что, успею иду, о, тут чайник есть, смотрите, 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 ребята, а я уже переживал, думаю, как же здесь чайника нету, а вот он спрятанный, вот здесь за телеком, замечательно, значит, сейчас будем пить чай, ништяк, ладно, все, все, до связи. Ну что, теперь можно и погулять немножко, там у на улице музыка хорошая, пойдем, посмотрим, что да как, так номер не забыть, тут какой-то концерт, вау, два музыканта уличных играют, играют обалденно, я вам скажу, заслушаешься, я вон в отеле сейчас слушал их, ну-ка, ну-ка. короче домой осталось метров 20 сейчас покажу ну вот здесь мне мне начинает нравиться то есть отель так себе ну отель херли переночевать пойдет а вот самая красота начнется сейчас до променад сейчас покажу вам балтийское море вот она небольшие волны кафешки всякие пирс обалденный надо будет сфотку до инстаграма сделать вот он курорт здесь неплохо песочек здоровый пляж принципе если сюда летом приехать да вот когда жара чтобы покупаться здесь вообще будет обалденно так что надо на заметку взять почему бы и нет летом катнуть сюда обязательно так гуляю сейчас по этому пирсу виды здесь конечно обалденные мы классная надо будет летом сюда обязательно приехать покупаться давайте покажу вам сейчас где тут магазины какие-то можно что-то прикупить при желании там вон корабли вдалеке виднеются тут даже можно посмотреть на это за бабки типа евроки дальше смотришь пойдемте дальше ну ничего так мне нравится атмосфер ненько сейчас я купил новые ботинки узнать чисто для походов буду брать с собой их чисто в путешествия чтобы можно было так прогуляться по преминаду а то старые мои уже не поеды сносились сейчас покажу вам тут какими этот видами любуюсь гуляю иду вдоль пляжа вот тут в основном отельчики он там от моря знаете вот в целом когда ехал на мотоцикле по острову а я его считай вообще-то по сути вдоль моря вдоль моря весь проехал ну по крайней мере немецкую его часть вот когда едешь на мотоцикле слева лес справа лес и нифига больше то есть ну вообще не интересно не впечатляет поэтому нет ощущения что ты едешь где-то где-то там по морю вдоль моря или вообще где-то на острове просто как на обычном материке ничего особенного и ты вот смотришь на навигаторе видишь что блин метров сто от тебя слева залезай за леском уже есть море но его не видно это очень обидно а вот когда заселился в отель и перешел на другую сторону то понятное дело тут вот вся движуха поэтому вот за один день впечатлений конечно не получить это если вот ехать на мотоцикле доходит на мотоцикле хоть на машине хоть как то честно одного дня будет вообще мало действительно нужно как-то посвятить себя как место немножко его изучить посмотреть какие-то может достопримечательности а так вот просто заехать на остров отметиться поставить галочку и уехать ну не знаю наверняка здесь есть красивые места еще которые стоило бы посмотреть просто вот скажем так я приехал сегодня в два часа дня пока заселился в отель 5 10 тоже время прошло пока припарковал мотоцикл там в подземной парковке в общем все это заняло массу времени немножко отдохнул сходил в душ переоделся и уже было скажем часа три вот я вышел на премина тут погулял и вот сейчас уже время шестой час завтра утром ну сколько там часов в одиннадцать я из отеля выселяюсь и уезжаю все то есть времени практически нет чтобы вот именно изучить остров поэтому если ехать действительно надо ехать на несколько дней на пару дней в следующем сезоне летом я буду брать собой естественно палатку потому что в отелях это очень дорого будет но это сейчас пока вот погода так я хочу первое впечатление то есть использую время которое есть немножко поэтому я забил на деньги думаю хрен с ним ладно пусть это будет немножко стоить но ну естественно на будущий год я буду брать палатку искать кемпинги где можно ну более менее дешево находиться и уже скажем можно будет спокойно не спеша целыми днями день-два в одном месте побыть чтобы как-то собрать какие-то впечатления потому что так одним днем даже вот после обеда то что есть время то очень мало то нереально я вот сейчас даже честно уже немножко подустал я бы сейчас честно сидел в номере и отдыхал бы лучше но все равно хочу сейчас еще пройтись погулять немножко может быть часик потом в отель схожу в бассейн там в местный там у них есть до 10 ну и после бассейна у я наверно уже буду никакой лягу спать буду отсыпаться сейчас он уже чувствуется как темнеет на улице быстро а завтра ну не знаю по узнаю до скольки мне можно еще находиться в отеле пробуду здесь максимум ну скажем все до 12 до 12 и потом с не спеша поеду на в следующий остров рюген завтра с утра я естественно погуглю лучше чтобы не как в этот раз а то в этот раз я спонтанно забронировал отель и получилось так что ну по деньгам немножко дороговато вышло не учел некоторых нюансов как парковка то тот же халат аренда стоит 5 евро пиздец поэтому лучше заранее такие места нюансы пробивать парковка чтоб включена была завтрак включен но что в этом отеле завтрак был оказывается не включен он стоит дополнительно но я отказался заеду если чё в какой-нибудь магазин перекушу обычно едой ничего страшного как-нибудь переживем так что такие вот дела ребята а в целом я доволен погода отличная то есть хоть и пасмурно но на улице тепло ветра нету вообще погода идеальная утром когда выезжал из берлина была жопа было очень влажно был туман то есть вот именно такой конкретный туман видимость метров около 100 максимум было то есть у меня визор весь мокрый был то есть я весь мокрый был именно вот от тумана так что я думал сюда приеду здесь наверно еще хуже будет возле воды а иди как оказалось здесь вообще классно блин велосипедистов столько ладно пойду еще погуляем так обратно я решил все-таки пойти вдоль водички вдоль пляжа под шуму под шум моря вон как я далеко ушел от этого от пирса только я шел вон там там прикольно тоже дорожки люди фу наверно я все-таки пойду в отель отдыхать ну сначала в бассейн естественно а м и и и а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Вот сейчас, ребята, по-настоящему прикольно становится здесь Волны поднимаются такие уже, ну, метровые где-то Небо такое темное, да, вот картина какой в Азовского Прям, ух, прям мне нравится И погода вообще теплая, обалденно Мне уж что-то стало скучно, я уже хотел уходить Но потом вот сейчас что-то стою тут и такой кайф И уходить не хочется, реально Вот ради вот этого пляжа, вот ради вот этого вида Стоило сюда приехать, честно Там на той стороне сам остров, он не интересен То есть там, ну, ничего особенного От материка не отличается Вот, я был в Датском, на Датском острове Рём Вот там чувствуется, что ты на острове, да То есть там какая-то флора уже немножко другая Отличается от материка И ты там реально ощущаешь, что ты где-то не на материке А здесь, ну, Балтика, ничего особенного Так сказать Ну вот сейчас вот именно вот возле воды Вообще шикарно, мне нравится Уходить не хочется Но пить хочется, спасу нет Поэтому вот я стою тут и терзаю себя Идти попить Или ещё постоять Хоть бери, раздевайся и прыгай в воду Блядь, сука Обмыл новые ботинки Кстати, ботинки купил классные Удобные, как тапочки Так что, ладно Пойду потихоньку всё-таки В отель скажу В бассейн сейчас покупаюсь И буду отдыхать Завтра с утра найти надо будет сразу Наверное, отель какой-нибудь На Орюгине И буду выдвигаться Я сейчас посмотрел по навигатору Два часа езды 130 километров отсюда Так что, нормально Даже если часов в 9 выехать В 11 там Ну и нормально можно будет Побольше времени будет зацепить Ну, будет, чтобы как-то изучить остров Блин, вообще обалденно Пирс смотрится Сейчас в это время суток Обалденно, вот шик Я прям хайфую от этого вида Блин, ребята Вот только из-за этого вида, блядь Стоит сюда приехать Пардон за маты, но Эмоции, эмоции, ребят Итак, всем доброе утро Сегодня начался мой второй день путешествия Я нахожусь еще по-прежнему На острове Узедом Это населенный пункт Называется Херингсторф В этом отеле И в этом Коротеньком сюжетике И знаете что, ребята Я хочу показать вам Вам, наверное, будет интересно Что я взял с собой в рюкзаке Именно в эту поездку Поездка планируется 2-3 дня Сегодня я поеду еще дальше На Рюген Это еще один остров В Балтийском море, так скажем Отель уже забронировал Ну так вот Сейчас я покажу вам Содержимое своего рюкзака Самое основное Ну там еще есть кое-какие мелочевки Но вот самое основное Что надо брать Это вот Смотрите Ну, начну с того Что вот эта баночка с порошком Это стиральный порошок Чтобы можно было в отеле Те же трусы постирать с носками Дальше Вчера купил у себя Такие кроссовки Специально для походов Чтобы можно было И долго ходить И они были легкие И удобные Ну, долго я в них Еще пока не ходил Но все остальное В них зашибись В них я засовываю Там трусы запасные И пару носков То есть больше брать с собой Не вижу смысла Потому что можно всегда В душе В отеле вечерком Пока сам душ принимаешь Замочил в раковине Трусы, носки Простернул Утром все сухое Свежее Также и футболку Вместе с трусами Носками Здесь я Кладу ремень Отберу Беру я специально Тоненький Легкий То есть нормально По идее я хожу С хорошим Толстым Широким Черным ремнем Ну, в дорогу беру И такой вот Когда-то с какими-то штанами Вместе Шел Думаю, ладно Не выкидывать же Вот это Это упаковка От моего Коврика надувного Для палатки То есть я коврик вытащил И использую вот эту Вот этот чехольчик Именно для своей куртки То есть это очень теплая куртка Она Ну, классная куртка Мне можно и когда тепло ходить И когда прохладно Она очень хорошо держит И в принципе Ее можно еще сильнее сжать Ну, мешок не позволяет Поэтому вот такие мешки У меня сейчас на вес золота Я даже смотрю Ищу, чтобы купить таких мешков побольше Чтобы можно было Вещи именно вот так вот Утрамбовать Этот, опять же Чехол от моего штатива Кульман Как вы можете видеть Туда я завернул просто Свои брюки И в них футболку То есть завернул Скатал в рулон Туда запихнул И все Они никуда не денутся Таким образом В таких мешках Все занимает очень мало места Естественно Термос На пол-литра Который я теперь Всегда с собой беру Потому что на заправках Покупать чай и кофе Адски дорого И термос экономит мне Огромную кучу денег И я беру туда Тока кипяток И уже в дороге В необходимости Я могу разбавить Какую-нибудь Сублимированную лапшу Или там, скажем Кофе или чай На выбор То есть влезает сюда Буквально Три этих кружки Полных В принципе На дорогу Несколько сотен километров Хватает Это конечно Я не кладу сейчас В рюкзак Здесь у меня Хранится дождевик То есть здесь у меня Куртка От дождевика Потом штаны Дождевика И водонепроницаемые Мотоперчатки Лежат Там же И это у меня Сейчас Хранится под сеточкой На С заднем сидении То есть в сидении Второго номера Чтобы можно было Быстро остановиться Ну и В плане того Что если украдут Не так жалко Все ценное Естественно Я всегда ношу с собой И это лежит В рюкзаке Это вот Самое основное Содержимое Больше мне в принципе И как бы ничего не надо Ну остальное В рюкзак Там можно там положить Естественно Что-то там из еды Там банан Яблочко Там все Но вот это Должно быть В моем рюкзаке Самое то То есть потому что Приезжаешь в отельчик Скидываешь экип Экип у меня Сами знаете Тяжелый Кожаный Скидываю экип Одеваю вот кроссовки Куртка Штаны Футболка В принципе Че еще надо И пошел гулять Место занимает Немного Везов у меня К сожалению Нету Чтобы вам сказать Сколько это все Барахло Приблизительно весит Ну Так Ну я думаю Не больше Четырех килограмм Ну плюс еще там Мелочевка Плюс рюкзак Ну может быть Рюкзак у меня В целом весит Может быть Шесть-семь килограмм Так что Вот такие вот дела Это содержимое Моего тревожного Чемоданчика Я сейчас делаю Как Приезжаю домой С поездки Первым делом Мою мотоцикл Сразу же Прям вот Не отдыхая На следующий день С утреца Обслуживаю цепь И он у меня стоит Ждет Скажем так В режиме ожидания Когда у меня будет Настроение куда-то Рвануть Поэтому Когда у меня возникает Когда-то настроение Рвануть У меня уже Мотоцикл готов На все сто процентов Остается только Заехать на заправку Проверить давление В шинах И поехать В общем Вот такие вот дела Надеюсь Вам интересно Было Данное видео Я его сделаю Скорее всего Отдельным видео А может быть Вставлю в какое-нибудь Из видео Не знаю Решу По ходу дела Так что Вот такие вот Дела Ребята Кто не подписан На канал Обязательно Подпишитесь Поставьте лайк Обязательно Еще ребята Я уже Ну Просто лишний раз Напомню Инстаграм Я знаю Что многие Не любят Инстаграм И не понимают Вообще Как им пользоваться И думают Нафига он нужен Инстаграм Вот в плане Для меня Очень важная Полезная штука То есть Я могу Постить В инстаграме Stories То есть Это короткие видосы Именно В течение дня Которые я снимаю То есть Можно отслеживать Если вам интересно Конечно Где я нахожусь Что я делаю То есть То В инстаграме Вы можете Это наблюдать Лайв Потом Конечно Я планирую Из этих Видосы Вот такие Вот дела С вами был Вилли Канал Битрайдер Подписывайтесь На канал С вами был Ой Блять Уже сказал Фу Что-то я Еще Видимо Не проснулся Так что Давайте До свидания В общем Езжаю Я из этого Отеля Сейчас Поеду На остров Рюген Поехал Пораньше Сейчас Заеду Еще В магазин Перекус Так что Ехать Мне Два Часа Думаю Приеду Лучше На Рюген Пораньше Там Больше Времени Приведу Здесь В принципе Ловить Уже Времени Продолжение следует... Продолжение следует...